Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Я вас рад приветствовать! Тема биопрепаратов и улучшения роста развития растений является прямо очень-очень актуальной для многих огородников, и это правильно, ведь никому не охота травить себя всевозможной химозой. Уже более 50 лет активной химизации сельского хозяйства, да где там 50, уже и 70, показывают нам, что широкое использование синтетических пестицидов не приносит ничего хорошего ни нашему здоровью, ни окружающей среде. И наше желание как можно хорошо кушать, да, без каких-либо ограничений, в конечном счёте оборачивается неприятными последствиями для, в первую очередь, конечно, нашего здоровья. Поэтому понятно, что многие из нас переходят на биологические средства контроля. Каких только фантазий, каких только рецептов не найдёшь на просторах интернета. Это и отечественных, и заграничных, которые там очень часто наши отечественные любители природного земледелия бездумно и без осмысления передирают какие-то западные рецепты. Это преклонение перед западным, чуть считается, что западное самое лучшее. И там сумасшедших людей огромное количество наше это принимают за чистую монету и начинают это всё ретранслировать на русском языке, что, в общем, тоже ничего хорошего нам не приносит. Конечно, лучшим способом использования биологических средств является покупка профессиональных средств, а также размножение с использованием их в качестве закваски. Не только микробиологические препараты, которые продаются в магазинах, являются источником этих самых микробных штаммов, изолятов. Безусловно, там аптечные какие-то препараты. Ну вот я про новоспорин, который оказался очень дорогим, рассказывал. И, конечно, только витом нельзя использовать среди разнообразных аптечных препаратов, содержащих сенную палочку. Вот витом нельзя. А там новоспорин, пожалуйста, при всей его дороговизне он замечательно размножается. Я рассказывал, как. И, соответственно, его в чистом виде, новоспорин можно использовать для защиты растений, рассады от болезней. Ну, вроде как, получается дороговато. Размножать можно. Но что делать тем, у кого нету, ну просто нету доступа к биологическим препаратам, специально предназначенным для защиты растений. Кто-то в глубоких заграницах живет, кто-то там, ну по каким-то другим причинам не может их использовать. Запомните, что что бы вы ни наварили дома, что бы вы ни наделали дома, оно все равно будет менее эффективно, чем качественный препарат, или тем более препарат, сделанный на основе закваски, в ваших домашних условиях. Это безусловно. Но, как всегда, что-то лучше, чем ничего. Конечно, весь спектр защитных препаратов вы на основе природных каких-то источников не сделаете. Например, абсолютно точно вам скажу, и это абсолютные дураки, которые рассказывают, ретранслируют, что сварив сено, можно получить активную сенную палочку не хуже, чем фитоспорин, там или что-то еще, да. Но это просто дураки, это неграмотные люди. И вы, пожалуйста, бегите, сломя голову, бегите от блогеров, которые когда-либо вам сказали, варите сено и получите сенную палочку для защиты ваших растений. Это неграмотные люди, которые ничего хорошего вам не принесут. Вот сенную палочку, препараты сеной палочки, вот просто так, из каких-то природных источников, сделать действительно невозможно, абсолютно невозможно. Что касается других, то здесь у нас есть некоторые ресурсы. И сегодня я вам расскажу о некоторой категории бактерии, они называются Plant Growth Promoting Bacteria по-английски, ну или бактерии, которые улучшают рост развития растений. Подобного рода бактерии вы можете найти в таких препаратах, как гелиос, как биогидрогель и других, таких как мультибактериальный комплекс. Они обладают способностью к фиксации азота, к мобилизации фосфатов. Конечно, препараты коммерческие, они являются, ну такими, с высоким титром, такими достаточно чистыми, там и так далее, специально приготовленными. Но то, что вы можете приготовить дома, оно, конечно, не будет подлежать никакой вообще стандартизации и описанию. Но опираясь на свой большой микробиологический опыт, я вам сегодня предложу три варианта приготовления бактерий, которые улучшают рост развития растений, выполняя азотофиксирующую и фосфатомобилизующую функцию. Первый препарат, это будет уже известная многим, своеобразная маховая бродиловка. Вот у меня есть здесь образцы мха, самого обыкновенного мха. Вот у меня здесь кукушкин лен. Вы можете такой мох собрать с бетонных заборов, с камней я вот наковырял, да, вот такой вот, кукушкин лен буквально. Там в каких-то каменных конструкциях он может находиться. Вон у меня сзади 19 века стена, такая остатки, колокольник католической. Там тоже все это замечательно растет. Кроме того, вы можете просто в лес пойти и наковырять этого мха, забирая не очень много минерального компонента. Ну, то есть, чтобы поменьше туда попало песка, ну, или основы, на которые он растет. Но это не страшно. То есть, настолько не страшно, что ничего промывать, ничего там полоскать и каким-то образом готовить не надо. Вы просто обдираете этот мох, берете вот банку, вот такую, ну, вот у меня литровая, и кладете туда мох. Ну, где-то примерно в объеме, ну, может быть, четверть от объема самой банки. Ну, то есть, на литр, там, где-то стакан рыхло уложенного мха. Для улучшения процесса, для усиления процесса, вы туда добавляете на литр примерно столовую ложку сахара и оставляете в теплом месте до брожения. О наличии брожения, о завершении процесса свидетельствует сильное такое помутнение, молочное помутнение вашего раствора, ну, и появление такого немножко специфического, иногда кисловатого запаха. Что ж, препарат маховой готов. Можно делать и маховую бродиловку. У меня есть отдельный рецепт, а вообще без сахара. Просто маховая бродиловка. Бомбическая вещь. Но вот так вот, когда вы с сахаром делаете, ну, вы, так сказать, выделяете именно вот эту группу азотфиксаторов, и мхи как раз являются одним из замечательнейших источников азотфиксирующих микроорганизмов. Затем разбавляете 1 к 50-1 к 100, то есть стакан на ведро или полстакана на ведро, в зависимости от состояния ваших растений, и просто используете этот раствор как поливной. И вы уже вполне сможете говорить о том, что ваша почва и ваши растения обогащены полезной микрофлорой. с азотфиксирующими свойствами. Второй замечательный объект, который вы можете использовать в первую очередь для получения не только азотфиксаторов, но и фосфатмобилизаторов, это лишайники. Они могут быть серенькие, они могут быть желтенькие, они могут быть вот такие накипные, они могут быть кустистые, они могут быть какие угодно. Я просто вот там с замертвелой коры тополя собрал вот этот первый попавшийся желтенький лишайник, но на самом деле это может быть любой. И вот тоже ничего не надо чистить, ничего не надо там готовить. Вы просто собираете вот этих вот, видите, у меня их сколько, вот тут примерно стакан получается, это вот три минуты на это ушло, чтобы собрать эти лишайники. Вот тоже собираете стакан этих лишайников, заливаете тоже таким же раствором, столовая ложка сахара на литр воды, ничего кипятить не надо, ничего не надо этого делать, просто заливаете и точно так же ставите в тёплое место. Пожалуйста, мох или лишайники можно совместить полстаканчика того, полстаканчика того. Слили через 3-4 дня в тёплом месте и ваш препарат готов. Он будет содержать большое количество азотфиксаторов и фосфатмобилизаторов. Третий субстрат, который вы можете использовать, это свежий корень одуванчика. Просто копаете самым обыкновенным путём одуванчики, фази, вот на цветение лучше всего. Но это не имеет большого значения. Ну, конечно, на цветение лучше всего. Просто берёте, отделяете вот эти вот корни вот таким вот самым простым способом. Ничего отрясывать не надо, ничего не надо делать. Точно делаете такой же один в один раствор, о котором я сказал, и просто там тоже примерно в объёме один стакан рыхло уложенных вот этих корней. Точно так же заливаете. Можно это тоже совместить. Того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть. Точно в таком же растворе держите. Разбавляете 1,50-1,100 и поливаете ваши растения. И это будет уже значительный оздоровитель, биоэликсир для ваших растений. Заметьте, что никаких удобрений, ничего туда добавлять не нужно. Всё там будет развиваться и само по себе. Что ж, многие меня спрашивают, как приготовить в домашних условиях биопрепарат без исходных заквасок. Пользуйтесь, пожалуйста, этим рецептом. В нём не заводится синегнойка, в нём не заводятся какие-то личинки, инфузории, фузариумы вредные и так далее. В отличие как от АКЧ. Пользуйтесь разумными советами, биологизированными, которые исходят не от фантазий или каких-то там духоэкспериментаторства пустого, а исходят из знаний о природе, о взаимоотношении растений и микроорганизмов, и знаний о микробном населении тех или иных природных субстратов. Ну и не верьте, пожалуйста, дуракам о том, что можно варить сено и получить сенную палочку с активностью в отношении того спектра болезней, в отношении которых работают коммерческие препараты. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.